Я долго думала, как назвать это наше обучение, назвала отработка своего бренда в соцсетях, потому что это один из самых ключевых моментов. Давайте посмотрим один из слайдов, который очень важен в продвижении своего бренда. Когда вы заходите в соцсети, когда вы начинаете с кем-то пробовать общаться, вас люди не знают. Вы не знакомы для аудитории, вы знакомы только для своих знакомых, которые знают вас лично. Все остальные вас вообще не знают. Они не знают вашего характера, они не знают, чем вы интересуетесь, они не знают, кто вы, что вы. И поэтому уровень доверия к вам очень низкий. И для того, чтобы действительно люди захотели быть в вашей команде, мы говорим про фаберлик, а не просто про общение, чтобы они захотели строить с вами бизнес, и они захотели, чтобы именно вы стали их наставником, обязательно нужно поставить фокус на развитие личного бренда. Обязательно делайте пометки для себя. Видео, конечно, будет в записи, и слайды мы тоже вам сбросим. Первое, на что необходимо обратить внимание. Кем вы являетесь в фаберлик? Фаберлик, что это значит? Возможно, вы новичок, но это не значит, что вы новичок. Я подразумеваю, зачем вы пришли в фаберлик? Что вы хотите благодаря фаберлик сотворить в своей жизни? То есть вы пришли на позицию руководителя, на построение бизнеса? То есть ваше направление деятельности какое? И вот для этого нужно обязательно делать фиксацию на своих страницах в соцсетях. Кем вы являетесь? Вы суперпродавец? Вы лидер? Вы человек, который разбирается в продукте? Кто вы? Мы очень часто натыкаемся, почему я решила создать такое обучение, потому что буквально недавно, ну и очень часто люди просят посмотреть их странички. Я начинаю заходить и понимаю, что бренда нет. Есть человек замечательный и внешний, и все у него здорово. Но он как личность, как проявление, позиционирование себя от фаберлик нет. Поэтому кем вы являетесь в фаберлик, определите для себя, на какую позицию вы пришли, какую позицию вы будете продвигать в соцсетях. Второе. Кем вы являетесь в жизни? То есть ваши личностные качества. Потому что как бы мы ни хотели, сетевой маркетинг – это когда люди приходят на людей. То есть люди видят, например, какие-то соприкосновения с вами, какие-то… То есть они отождествляют себя по отношению к вам, что я на него похож, или я хочу быть на него похожим. То есть когда человек ищет для себя наставника, ищет для себя человека, с которым он вместе пойдет к успеху, или, например, какие-то личностные внутренние качества, он смотрит на вас. И поэтому вот сегодня мы посмотрим, потому что вот многие не понимают и в соцсетях вот всякую билиберду, по-другому никак не скажешь. Вот все, что угодно – лайкают, постят, ставят, и потом хотят, чтобы к нему адекватно относились. Поэтому очень важно, чтобы на ваших страницах в соцсетях был полный адекват, чтобы люди понимали, что они хотят быть рядом с вами. Поэтому следующий фактор, который вам нужно будет сделать, это определить, расписать свои личностные качества, какой вы, какой вы вообще в жизни, что для вас ценно. И тогда вы сможете в этом направлении работать. Тогда вы сможете показывать, чем вы интересуетесь, чтобы стать интересным для тех людей, которые придут к вам. Третий момент. Кому вы можете быть полезны? Здравствуйте. Кому вы можете быть полезны и интересны? То есть очень важно определить характеристику присоединения по мироощущению, по принципам, по целям. То есть вот здесь очень важно, чтобы это было концентрировано. Если вы определите для себя, каких людей вы хотите пригласить себе в команду, то есть кому вы можете быть полезным. Ну, предположим, если вы продвигаете именно продукцию Faberlic. Ее ведь можно просто продвигать, а можно из позиции полезности. То есть кому это может помочь, у кого решатся какие проблемы. Или, например, сам бизнес сетевой, он очень интересный. Это действительно, это не просто компания, это сама жизнь. Это знаете как, когда человек начинает включаться уже в активную позицию в МЛМ-индустрии и в нашей команде, и в Faberlic, и вообще. Простите, коллеги. То он, знаете как, он уже начинает жить этой жизнью. То есть не просто работать, а жить. И поэтому вот здесь вот очень важно определить, на что придут к вам. То есть чем вы будете интересны для этих людей, и именно полезны. Четвертый момент, на который необходимо обратить внимание в продвижении бренда. Кого вы хотите себе в команду. Потому что к вам могут проситься очень многие. И я вот многим даже говорю, извините, я не приму вас, вы мне не подходите. Потому что есть люди, которые, но ничем не схожи со мной. Я потом на примере покажу вам, что, например, бывают люди, которые в соцсетях абсолютно неадекватны. Может быть, человек, конечно, в жизни неадекватен, но я очень сомневаюсь в этом. Потому что если он может выкладывать такие картинки, или он себе такие фотографии, то о его адекватности, знаете, такой стоит вопрос. Поэтому вы же тоже не всех будете собирать. Потому что есть разные категории людей. Я не хочу никого оскорбить, но есть, извините меня, и моральные уроды, которых я вообще близко не хочу видеть в своей команде. Поэтому вам нужно определить, кого вы хотите себе в команду. Какой должен быть социальный статус этого человека. Какая должна быть жизненная позиция. Какие стремления на сегодняшнюю минуту. Потому что вначале могут быть стремления небольшие, а потом больше. Какая возрастная категория. Ну, знаете как, у нас на нашем проектном сайте есть шикарное обучение на втором уровне доступа, где рассказывается и про аватар клиента, как его составить, как определить целевую аудиторию. Я сейчас вникать в это не буду. Ваша задача, если вы уже, вам открыт второй уровень доступа, зайти и начать скурпулезно, пошагово изучать его и все применять. Если у вас не открыт второй уровень доступа, выполнить все условия, они не такие страшные. Это сделать 50 баллов, заполнить полностью свой личный кабинет на нашем сайте Faberlic Project, пройти пошаговое обучение в старте и подать заявку уже на открытие второго уровня доступа. И вы там увидите и аватар клиента, и многое другое. Более глубоко и углубленно то, что вам дали братья курячие, то, что они вам расписали, разжевали, можно изучить и применить. Но сейчас просто говорю, что для себя поставьте задачу определить именно аватар того человека, то есть кто он, какой он, кого вы хотите к себе. Потому что когда вы будете делать определенные посты, то вы постинг будете делать именно в направлении этих людей. То есть вы будете акцент делать и мотивацию именно на этих людей, тогда уже результат у вас будет гораздо выше, а не просто лишь бы сделать для галочки. Пятое. Во что вы вовлекаете? Вчера Дарья на обучение давала потрясающий момент, именно во что нужно вовлекать. Если вы не смотрели, просмотрите, пожалуйста, это видео. Но вчера действительно Дарья прям очень глубоко, четко произнесла, во что вы вовлекаете, в какую целевую аудиторию Faberlic. Потому что, во-первых, вы вовлекаете в команду, во-вторых, вы вовлекаете, например, в сам Faberlic, как в интерес, в возможности. Но еще очень важно, в какую целевую аудиторию. Когда вы выкладываете посты, то важно понимать, на кого они направлены. Вы хотите, чтобы к вам пришли покупатели? Это одно направление постов. Вы хотите, чтобы к вам пришли продавцы, которые будут продавать продукт и зарабатывать быстрые деньги? Это другая категория. Может быть, также о продукте, но совершенно в другом акценте. Если вы приглашаете к себе, вовлекаете лидеров, структур, которые будут создавать структуры, которые будут заниматься рекрутингом, это совершенно другие посты по вовлечению. Если вы зовете себе в команду, приглашаете бизнесменов, предпринимателей, сетевиков, вот тут я не написала, то это совершенно другие посты, другого направления, другого акцента. Поэтому вот когда вы делаете, над этим очень важно думать. Не просто выложить, а именно подготовить. Шестой момент. Из какой позиции приглашаете к себе в команду? Вот это тоже очень важно. Я понимаю, что очень многие только новички и в компании Фаберлик, и в продвижении, именно в соцсетях, и вообще работой в интернете. Это не имеет значения. Знаете как? Вот бывает, смотришь на человека и видишь, что у него есть стержень. Видно, как он держит голову, как он говорит, в чем он уверен точно, чего он точно хочет. И говорят, у человека стержень ого-го какой. Вот когда вы делаете продвижение приглашения, важно понимать, в какой позиции вы находитесь сами. Потому что если вы будете, например, давать посты, продвигать посты и приглашать именно на бизнес, а сами будете рассуждать из позиции потребителя продукта, это не страшно, это здорово. Но потребитель не может дать бизнесмену и предпринимателю много. Он не может рассказать ему о бизнесе, потому что вы будете постоянно переключаться на позицию пользования, на позицию скидок, на позицию акций. Поэтому вот здесь очень важно понимать, какую позицию вы возьмете для продвижения определенной страницы. Если вы позицию консультанта принимаете, то тогда позиция консультанта – это консультант, который консультирует. Консультирует в помощь, по продукту или по каким-то еще моментам. Но это точно не позиция руководителя. И это может быть позиция консультанта на определенной странице, но точно не на брендовой. На брендовой странице вы даже продавцом нежелательно быть, хотя в принципе можно какие-то темы, как, знаете, как тренер-продавец – можно, как тренер-консультант – можно, как тренер-потребитель – можно. На брендовой странице вы всегда должны быть бизнес-партнером, партнером, руководителем и предпринимателем. И даже если у вас не хватает этих навыков, то для этого есть тоже огромное количество обучений, огромное количество вебинаров и вообще в YouTube-канале, и у нас, и вебинаров, которые мы проводим, на которых вы можете пополнить свой ресурс, поднять свой уровень компетенций и постепенно перейти в эту позицию. Но «держать лицо» есть такое слово. И если вы будете держать лицо бизнесмена, партнера, руководителей, предпринимателя, то к вам потянутся более крупные люди. То есть более, знаете, в каком плане крупные? Более крупного социального статуса. Поэтому вот первое, с чего вам нужно будет начать, это проанализировать свои страницы. Это мы с вами сегодня сделаем наброски для того, чтобы вы посмотрели и поняли. Второе – определить свой бренд. На какой позиции вы и на какую позицию вы приглашаете, и что вы продвигаете. Итак, давайте двинемся к следующему слайду. Я думаю, что слайдов сегодня совсем немножко, совсем чисто вот немного. Есть огромное количество в интернете людей медийных, страниц медийных, то есть, знаете так, социально-медийных людей, то есть тех, которые интересны всем. Те люди, те страницы, те блогеры, которые настолько вкусные, настолько понятные, настолько, знаете, как привлекательные, что большое количество людей, разных целевых аудиторий приходят на эту социальную, на этих блогеров, которые продвигают. Поэтому есть такая тема и есть такая идея – это поставьте себе задачу стать социально-медийным блогером. То есть, стать именно в соцсетях блогером, потому что можно, конечно же, делать свои блоги, и есть бесплатные блоги, на которых можно выстраивать это, но можно и сделать это буквально в соцсетях. То есть, чтобы ваша страница отличалась абсолютно от всех остальных, чтобы люди просто толпами шли к вам и говорили, «О, какая она или какой он интересный!» Там всегда что-то вкусное и очень интересное. Итак, для того, чтобы стать сэшн-медиа-блогером, есть задача. Первое – поставить себе эту задачу и пойти к ней. Второе – понимать, что это более долгосрочный проект. За один-два дня, за месяц вы навряд ли станете очень известным. Но это не страшно. Если вы регулярно будете делать определенные действия, регулярно будете, знаете как, самообразовываться и помогать людям, и продвигать очень полезный материал, то вы в процессе своего движения просто уже в привычку будете это делать. Мы долгое время это делали. На моей странице продвигали именно меня. Вместе с моими сыновьями мы это делали. Но сейчас мы уже делаем намного меньше на своей странице, потому что у нас даже нету потребности сейчас в этом. Нам даже не нужно приглашать людей к нам в друзья, потому что каждый день в день, ну вот дай бог, чтобы вам не соврать, но по крайней мере утром, когда я просыпаюсь, четверо или пятеро человек только с утра предлагают дружбу на моей странице ВКонтакте. Это только с утра. Еще в течение дня человек пять приглашают меня в друзья. И не просто приглашают, а именно пишут, Татьяна, помогите, хочу к вам в команду. Вот очень много просмотрела, вы такая интересна. И многое-многое другое. То есть люди, попадая на мою страницу по разным моментам, по разным продвижениям, начинают интересоваться мною как личностью, тем проектом, который я продвигаю. Поэтому, конечно же, чтобы стать известным блогером в соцсетях, то нужно, я неизвестный блогер, но наши страницы действительно очень известны, и очень многие к нам приходят для того, чтобы хотя бы получить просто полезную информацию. Поэтому вы возьмите, поймите, что эта перспектива долгосрочная. Вначале вы начинаете просто вкладывать время, ресурс, потом у вас начинается отдача. Вначале потихонечку, а потом все, знаете, как вот прям стремительно и стремительно. То есть ваша задача сделать, вот видите картинку на этом слайде, создать такое что-то вот интересное и очень необычное, для того, чтобы вы отличались кардинально от всех остальных. Равняются сейчас именно на профессионалов. Приходят ко многим на странице, но равняются на профессионалов. Многие именно профессионалы, люди, бизнесмены, предприниматели, они ищут именно профессионалов, именно экспертов в своей деятельности. И ищут тех людей, которые имеют свое особенное мнение. Потому что, например, если вы продвигаете просто посты, которые находятся, ну вам интересными показались, или, например, от компании, но не вписываете свое мнение, то ваша страничка будет похожа. Знаете как, я бы сказала, что у нас очень много страниц от фаберлик, именно сиамских близнецов. По-другому никак не назовешь. Если вот я потом вам покажу, как можно посмотреть, что все одинаковые и лица нету. Поэтому очень важно иметь свое особое мнение на каждый продукт, на каждый репост, на каждый пост. И даже если вы делаете репост, вы должны вложить свое особое мнение по поводу этого репоста. Тогда вы будете интересны. Скажут, ого, а он-то, оказывается, мыслит, у него-то есть какие-то интересные вещи, и тогда люди просто начнут с вами соприкасаться. Обращают внимание и равняются на тех людей, на тех блогеров, которые показывают, как работает продукт, если показывают на себе. Например, или вот Дарья у нас Титова очень часто снимает, именно купила одежду, и она свое мнение говорит в видео по поводу этой одежды. Есть, например, люди, которые покупают декоративную косметику и делают фотографии, но не просто фотографии продукта, но и рядом, как они держат этот продукт в руках. То есть, понимаете, другие понимают, ага, это она не где-то взяла эту картинку, она на самом деле рядом находится, это она себе взяла. И особое мнение выписывают, когда вы пробуете, тестируете что-то на себе, когда вы записываете видео или делаете какие-то сравнительные фотографии, вот это очень ценится. Поэтому, если вы это будете, вот сделали вы заказ, привезли, вчера Дарья тоже об этом очень много говорила, сделайте фотографию этого продукта, сядьте рядом с этим, ну, сделайте в селфи, ну, может быть, как-то свою руку, ну, что-то сделайте, нанесите на руку, например, какую-то помаду или карандаш и сфотографируйте это на своей руке. То есть, можно придумывать инициативу здесь включать. Это очень ценится, и это будет индивидуально, это не будет похоже на всех остальных. Равняются на тех, те, которые через личный пример проводят. То есть, знаете как, если человек рассказывает свои истории, не боится признаться, что у него не получалось, и рассказывает какие-то смешные истории, ну, и, может быть, страшные истории. Была у меня такая статья, где я рассказывала о наших средствах по продукту, по уходу за волосами, и рассказала свою страшную историю, как я угробила свои волосы. Я сделала фотографии, что происходило с моими волосами, и потом, как это произошло, как оно улучшилось. Вот именно через свой личный пример люди понимают, что вы такой же человек, как и они, и что вы точно так же проходите через что-то, через какие-то направления и через какие-то трудности. Также была фотография, где я была очень-очень такая пухленькая, 52-го размера, и как я похудела тоже. И тогда уже работала очень хорошо информация по нашим продуктам, и я расписывала, как это делается. То есть через личные примеры и через описание, например, если вы продвигаете какой-то продукт, то вы можете сделать описание. Взяла тогда-то, вот сделала вот так-то, попробовала вот так-то, результат, вот такие ощущения. Вот потом вот такое-такое, через какое-то время вот такой-то результат получила. Вот это ценно. Это называется как отзывы. Если вы эти отзывы будете делать на привлечение и от себя, то это будет очень хорошо работать. Всегда равняются на тех, у кого вкусные посты. То есть красивые картинки, читабельный текст. Если это не очень длинное, короткое сообщение. Если это как мини-статья, тогда лучше сделать, например, статью на своем, на своей, например, в своей группе, но сделать ссылочку, вставить в посте, пусть он будет короткий, но ссылочка будет на ваш блог или на вашу группу, где будет более объемная текстовка и описание решения проблем. Должно быть все лаконично, без воды. Люди, знаете, вот сейчас время роста временное, время летит очень быстро. И люди, они едут, например, в транспорте, они едут, например, в метро, у них есть небольшое количество времени, и они смотрят, что для них будет интересно. И если у них совсем немного времени, то вашу статью они прочитать не смогут. Если они находятся на работе, то выделилось какое-то время для них, какая-то минутка свободная, и они могут где-то зайти в телефон, где-то что-то интересное прочитать, или набрать и найти именно вашу тематику, именно ваши посты. Поэтому все должно быть вкусно, коротко, лаконично, без воды. Чего нельзя категорически делать именно на брендовой странице. Та брендовая страница основная, где показываются четко вы, где вы ключевой момент на этой брендовой странице. Не картинки, не собачки, не картинки фабрик, вы как личность, вы бренд, вы блогер. Вот на этой брендовой странице ни в коем случае нельзя вести агрессивное привлечение. То есть есть, знаете как, там должно быть дозировано, даже продающие посты, они должны быть дозированы. Но об этом вы можете прочитать на нашем обучающем сайте Faberlic Project. Я сейчас не буду на это уделять много времени. Я просто скажу, что здесь должно быть больше полезностей для человека, больше в его интересе, и только дополнительно небольшое количество продающих постов на рекрутинг, на продажу. А большая часть полезность, полезность и полезность и у вас, и мотивация. То есть вы должны вызвать желание у человека, чтобы когда он только, чтобы он искал ваш пост на привлечение, увидел и сказал, о, наконец-то я нашел, хочу быстрее к нему, в команду. Ни в коем случае нельзя использовать спам-рассылку через свою брендовую страницу, потому что если у вас забанят, то потом вы восстановить ее не сможете. Мы пробовали в Одноклассниках делать, и меня забанили напрочь, когда в первые, ну, первое время, первые несколько месяцев мы работали, у меня страница была 8 лет, и ее забанили. Все, восстановить мы ее не смогли. Поэтому можно создавать дополнительные страницы, не можно, а нужно. Их должно быть такое количество, насколько вы готовы вырасти в компании Фаберлик, и они должны быть абсолютно по разным направлениям. Я прям рекомендую, что вот есть одна брендовая, она вкусная, но есть дополнительные, например, по продукту страница, несколько страниц, по бизнесу несколько страниц, то есть по рекрутингу, например, еще какие-то дополнительные, знаете как, может быть, личностное развитие. То есть сделать нужно несколько страниц, которые, если забанят, не будет страшно. Как вчера Дарья говорила, что можно на другие, ну как на несколько телефонов, их можно купить. Информации об этом очень много. Вы можете в чатах задать. Те, кто покупает дополнительные страницы, они вам все объяснят и сделают. Но вот здесь лучше не делать спам-рассылку. Лучше через общение, через знакомство. И только после того, когда человек действительно на вас включился, вы увидели, что он заинтересовался вами, тогда вы можете уже ему сбрасывать и на рекрутинг, и можете сбрасывать и на продажи, и многое другое. И на брендовой странице она будет у вас основной. Лучше не делать, приглашать не более 10-15 друзей. Сейчас очень сложно сказать, какое количество друзей необходимо приглашать, потому что было в свое время и 40 можно было приглашать, и 30, и даже на некоторых и 100. Сейчас сложно сказать, через какое количество вас забанят. И будет очень жалко, если вы именно как продвижение этой вкусной, самой важной страницы, как блогера, если ее забанят. Поэтому не переусердствуйте здесь, приглашайте большое количество людей на другие страницы, можете на те страницы перепостывать свои интересные темы, вот делайте основные на вашей главной странице и перепостывайте на те, которые дополнительные. И тогда человек уже сможет перейти на вашу основную страницу и с вами подружиться, если вы ему станете интересным. А вы должны стать интересным. Поэтому спам на своем забудьте. Будет очень жалко вложенный труд и придется восстанавливать огромное количество вообще знакомых. Это очень тяжело потом будет. Тем более сейчас банят даже ВКонтакте, хотя раньше не банили, а закрывали на некоторое время. Рекомендую, чтобы вы обязательно, когда вы распланируете именно посты, создали что-нибудь подобное вот этой таблице. На нашем обучающем сайте есть другая немножко табличка. Такую подобную таблицу можно создать в Google Доке и уже расписать именно по дням, в какой день, на какую страницу, какую тему вы делаете, создать готовые темы, готовые картинки. Например, есть у вас время такое. Знаете, я ее называю, это рутинная работа. Например, когда вы просто, например, отдыхаете, ну, вы можете лежать на постели, предположим, перед вами компьютер, вы отдыхаете и вы просто создаете вот такие вот странички, какие-то темы, какие-то картинки вкусные и просто их уже готовите. А потом вам достаточно будет просто брать и эти готовые уже материалы и постать на своих страницах и перебрасывать по всем соцсетям, которые у вас есть. Поэтому очень важно именно, знаете как, распределить, что есть, вот помните, я вам говорила, продающие посты, они должны быть не часто, а хотя бы через день или через два дня, но лучше через день, если вы на начальном пути. А вот именно вкусные и полезные и развлекательные, и мотивационные какие-то, и мотивирующие, и по продукту, но без ссылок, вы просто выкладываете уже каждый день обязательно. Коллеги, вы меня все слышите? А то такая тишина, не знаю, слышите меня или нет. Поставьте плюсики, пожалуйста. Все ли понятно, о чем я говорю? Поставьте плюсики, понятно или нет. Есть ли у вас вопросы? Отлично. Вижу, что вы меня слышите, просто тишина такая, я думаю, слышно или нет. Когда вы создадите подобную страницу, то вам будет очень легко отмечать, ага, это сделал, ага, вот такой результат. И тогда вы сможете уже анализировать свои страницы, вы сможете уже понимать, что происходит у вас на вашей странице и почему, например, пришло большое количество людей или не пришел никто. Это мы немножко дальше поговорим. Спасибо за вопрос, Надежда. Вот мы сейчас как раз и поговорим. Вначале мы поговорим с вами по планингу, по постингу. Во-первых, у вас то, что я вам дала вот эту картиночку предыдущую, именно когда вы распланируете тематику и дни, и даты распланируете, то очень важно выставить время. Понятно, спасибо, Мария. Вот смотрите, очень важно выставить время. Конечно же, вот смотрите, есть рекомендательное время, которое мы рекомендуем вам. То есть вот мы, у нас работают, пост именно дает максимальный результат, когда по московскому времени мы выкладываем три поста. Это утром в 9 утра по московскому времени, потом в обед пост в час в 13.00 по московскому времени и именно пост в 20.30 по московскому времени. Это проверял у нас Павел Курячий, он тестировал конкретно и проверял, в какое время дает максимальное количество именно заходов, лайков и комментариев по времени. Вот мы его выработали. Оно для вас рекомендательное. Просто когда я некоторым говорю, нужно делать на определенное время, то люди отвечают мне часто вот так вот, как верхняя картинка. Сейчас я ее увеличу, чтобы вам удобнее было видеть. Сейчас, секунду, коллеги. А, не получается. Хотела вам показать. Ну, вы, наверное, может быть, видите. Да какая разница? И время не имеет значения. Время имеет значение. Я вам это говорю. Даю гарантию стопроцентную, что, если, объясню почему, для тех, кто, например, еще пока мало работает в соцсетях, когда вы делаете пост, и в это время сидит большое количество людей именно в соцсетях, они в новостях увидят ваш пост. Если вы сделаете в неправильное время, в неграмотное время, то ваш пост просто провалится, то есть начнут другие посты, делать другие люди посты, и посты, и оно куда-то упадет вниз, и когда человек зайдет в определенное время в соцсети, когда у него есть возможность зайти в соцсети, он, ваш пост, не увидит. Бесполезная работа. Вот. Спасибо, Галина. Вот, смотрите. Вот почему именно это время? Вот, смотрите, 9 утра, это обычно то время, когда люди просыпаются, может быть, завтракают, и у многих есть привычка завтракать именно или у телефона, или, например, это действительно, да, Мария, правильно вы говорите, Мария знает, потому что она пробовала. Вот утром, когда человек проснулся, и он, например, вот кушает, или хочет посмотреть, что же там происходит, то он начинает именно проверять в соцсети, проверять свой телефон, что же там интересного происходит. И обычно в это время люди в дороге на работу, поэтому вот это время как раз рабочее. Посты в обед, в час, как раз обеденный перерыв, и многие, когда покушали, они, например, гуляют, или где-то находятся, отдыхают, и заходят в соцсети посмотреть, вдруг там кто-нибудь из друзей что-нибудь написал, может быть, в какие-нибудь игрушечки поиграть, очень многие играют, может быть, кто-то почитать, и вот как раз, если в это время появится ваш интересный, замечательный пост, который будет полезный, вот тогда вы заинтересуете. И именно вечером, когда люди уже или едут с работы, или приехали с работы, и у них есть время, они покушали, они расслабились, и решили посмотреть, что же происходит в интернете. И вот это время, оно рабочее. Но скажу честно, что это время лучше регулировать по своим постам. Это вам как рекомендательно. Время субботы. Обычно в субботы люди в отдыхе, вот в отдыхе, они спят, и где-то уже ближе к обеду они просыпаются, и начинают просто вот развлекаться. Если у них нету каких-то дел, то те, кто сидят в соцсетях, то обычно где-то с часу и до четырех люди вот смотрят, развлекаются, увлекаются, а потом вечером они идут куда-нибудь, или погулять, или в гости. Поэтому время субботы лучше где-то с 13.00 до 16.00 по московскому времени. Если у меня разница. Не, это не страшно. Вот внизу прочитайте. Я поняла вас. Вы под себя подстраиваете. Вот смотрите, еще время воскресенья. Это где-то вечером, потому что днем обычно люди или по магазинам ходят, или отдыхают, или смотрят телевизор, или занимаются уборкой, или идут в гости. И вот вечернее время, когда они уже готовятся к следующему дню, обычно они выходят в соцсети или в интернет. И вот как раз для вас, Лидия Алексеевна, вот смотрите момент. Очень важно протестировать, попробовать, выложить свои, свои посты, но попробуйте в начале, в то время, как в том часовом полюсе, в котором вы живете. Попробуйте не по Москве, а в 9 утра именно по своему времени. Но я вам скажу, что когда вы выложите в 9 утра по своему времени, то вы зацепите только тех людей, которые в вашем часовом поясе проживают. Для того, чтобы был охват больший и больших часовых поясов, возьмите среднее время часового пояса, чтобы вам не ночью, чтобы не ночью делать. Возьмите, рассчитайте для себя то время, которое удобно будет для вас, не сильно рано, не сильно поздно, но в то же время будет более близкое к тому времени, которое, часовые пояса, которые вы хотите захватить. Очень важно учитывать разные часовые пояса. Второе. Разные целевые аудитории нужно учитывать. Что значит целевые аудитории? Абсолютно разный социальный статус в жизни. Те люди, которые работают на предприятии, у них одни временные рамки, когда они утром свободны, в обед и вечером. Но точно так же, кого вы будете приглашать. Есть люди, которые, например, мамы, у них другие целевые временные рамки. Мамы обычно ночью плохо спят, утром обычно они рано не встают. Единицы мамы, кто встает рано, это если везти детей в школу или в садик, или если, например, ребенок рано соскакивает. Обычно мамы, ночные жители, по ночам больше сидят, а по утрам встают позже. Если, например, это домохозяйки, то они уже нормально могут вечером лечь спать, и поэтому они встают в определенное время. Когда вы будете определять для себя, какую целевую аудиторию вы хотите привлечь, тогда вы будете понимать именно какие временные рамки. Ну, переложите на себя, но сделайте опросы. Помните, вчера Дарья говорила, сделайте соцопрос. Сделайте в соцсетях у себя соцопрос, например. Вы, мама, какое время вы просыпаетесь, в какое время вы выходите в соцсети. Знаете, как это интересно? Во-первых, людям интересно поотвечать на ваши вопросы. Во-вторых, они заинтересуются, а почему это вы спрашиваете? А в-третьих, вы соберете для себя во-первых, контакты, о которых говорила вчера Дарья. А во-вторых, вы увидите, какая целевая аудитория в какое время находится именно в интернете. И также бизнес, например, люди, бизнесмены, у них тоже определенное время, когда они именно находятся в интернете. Они обычно с утра и поздно вечером, потому что в остальное время для них работа, работа и работа. А сетевики, они, ну, посмотрите на себя, как вы. И третий момент по тематике самого поста. Это очень важно, направленный интерес и запрос. Объясню сейчас. Например, если вы делаете пост по продукту, вы понимаете, что по продукту заинтересуются или домохозяйки, или мамы. Например, вы делаете одежду для детей. Соответственно, это целевая аудитория мамы. И здесь вы учитываете то время, в которое они обычно в соцсетях. Но чтобы не путаться, вы можете сделать пробный вариант. Выложить первые посты и несколько дней выкладывать посты по одному времени. И потом проанализировать, посмотреть. вначале можно за несколько дней, потом за неделю. И лучше всего месяц или два месяца проанализировать. Во всех соцсетях, на страничках у вас есть аналитика, на какой пост, в какое время, и какая аудитория, или возрастная больше приходит, сколько больше мужчин или женщин, и именно какое время самый скачок реакции на ваш пост. И это очень важно делать. Поэтому обратите внимание, проанализируйте и установите свое время. Но приблизительно вот это время мы вам дали. И вносим каждый, в это время вносим свой планинг и выполняем. Это тот планинг, который я вам порекомендовала, подобный вот этот вот, или тот, который у нас находится на нашем обучающем сайте по интернет-продвижению. Могу сказать, что большое количество людей, еще раз повторюсь, сейчас и на планшетах, и в телефонах, и очень много у кого мобильные приложения, и в компьютерах. И даже если человек двигается, он всегда очень многие в интернете. Поэтому для этого очень важно основные этапы продвижения. Это на странице обязательно должен быть один на длительное время закрепленный пост. Я вам его потом покажу на своей странице, чтобы вам легче было ориентироваться. Закрепленный пост, именно полезный пост, полезный материал. Там должно быть несколько ссылок или на ваше видео в этом направлении, в этой, ну, то есть в этой теме, или несколько ссылок на статьи, или посты ваши. Второе. Следующее. Это план действий и каждый день, на каждый день. Первое. Три поста в день на каждой странице. Был вопрос. Это очень важно. Если вы начинаете, то не заполняйте страницу огромным количеством контента. Не заполняйте постами, постами, постами. Вот все остальные люди увидят, что вы занимаетесь спамом, потому что у них в новостях будут только ваши посты. Они вас возненавидят. И возненавидят фаберлик. И возненавидят вообще вот все, что вы продвигаете. Не вздумайте это делать. Делайте по три поста в день. Попробуйте утром, днем и вечером. Это запросто делать. Но каждый день, абсолютно каждый день. Те подготовленные посты, которые вы уже сделаете, распланированные, когда что вы отправляете, делайте три поста в день и каждый день. Даже крупные блогеры, они делают именно обязательно три поста в день. И за счет этого они очень быстро продвигаются. И очень быстро набирают тот темп заинтересованных людей именно этими блогерами. Второе. Отдельные тематические страницы. Очень важно. То, о чем я вам говорила. То есть брендовая страница и отдельные тематические страницы, которые, если забанят, не страшно. Там тоже должно быть три поста в день. Но там можно приглашать большее количество людей в друзья и рассылку делать больше. И если заспамят, ничего страшного. Третье. Грамотно выставлены хэштеги. Сегодня покажу несколько моментов вам предложений, как выстраивать хэштеги. И одну идею вам покажу, которая, думаю, вам понравится. Создание личного, уникального хэштега, где будет именно запросник, то есть потребность людей, то, что они ищут, а еще дополнительно ваша фамилия и имя. Благодаря этому вы сможете тогда ориентировать своих людей именно на свои посты. То есть, если они нажмут на этот хэштег, то все посты, которые выложены, предположим, у вас хэштег стоит продукция, продукция, фаберлик и ваша фамилия. То есть, например, чтобы он отличался от других, потому что, если вы нажмете хэштег продукция, вывалится огромное количество больших, ну, всех, кто продвигает продукцию фаберлик. А если он будет уникальный, то вы, когда вы заполните уже всю страницу, у вас много будет постов, то для читателя вашего будет открываться все ваши посты с вашим материалом по продукту. Если у вас по бизнесу, то у вас получится, будет открываться все ваши посты по бизнесу. И это очень удобный момент. И впоследствии вы сможете очень хорошо продвинуться, именно продвигать как хэштег еще ваше имя. Когда вас узнают как блогера, будут набирать ваше имя и фамилию, и они уже тогда смогут запросто найти вас на любой странице именно по этому хэштегу. Пятое. Это масс-лайкинг через программу или через хэштег помощь. Что такое хэштег помощь? Мы специально сделали в Телеграме определенную страничку, то есть, где вы можете написать, сделать пост и написать хэштег помощь, и мы пройдем ваши коллеги и пролайкаем, и напишем комментарии, и поможем вам. Ну, и так же можно сделать через программу. Там же Павел Курячий давал именно специальные программы, через которые можно делать масс-лайкинг. То есть, когда вы ее установите, то будет возможность большого количества массового лайкинга, и тогда люди в ответ вам будут отвечать, и у вас это начнется быстрее продвижения. Отдача на результат. Это, когда вы будете это делать каждый день, когда у вас будет несколько страниц, когда у вас будут все соцсети, тогда через некоторое время, не сразу, говорю, не сразу, не через неделю, даже, может быть, не через месяц, может быть, чуть дольше, у вас, во-первых, будет охват большей аудитории, то есть, огромное количество аудитории, потом отвечу на ваши вопросы, будет больше охват аудитории. Почему? Потому что вы будете лайкать кому-то посты, вам будут лайкать, вы будете продвигаться, и если вы будете вкусными, я говорю, если, но еще хочу добавить, когда вы станете вкусными, интересными, вначале люди будут смотреть, что он там это, кто он такой вообще, что он такой наглый, такой уверенный в себе, вначале будет вызывать такое ощущение о вас, потом люди будут говорить, что-то он правда очень много интересного дает, а уже потом вы действительно, ваши уже посты будут перепостывать, вот, например, закрепленная страница наша, которая стояла длительное время, она дала огромное количество перепостов, то есть, по ней прошло громадное количество людей, потому что человек смотрит и говорит, мне полезно и перепостывает к себе, а там его друзья видят, ой, и мне полезно и пошли перепосты, именно полезные посты начинают перепостывать к себе и начинается, знаете, как геометрическая прогрессия и охват большей аудитории происходит именно бесплатно, больше репостов ваших постов, об этом я уже сказала, больше бесплатного продвижения вашего контента, тот, который вы выложили, вам не нужно вкладывать денежный ресурс в это, именно от полезности, и четвертый момент, это постепенно растущий интерес к вам и к вашей странице, и потом наступит момент, когда люди будут заходить, вот то время, когда они заходят в соцсети, они будут уже спешить, потому что они, так, возможно, Ольга сейчас выложила что-то очень полезное, если вы будете создавать еще интригу, например, делать серию постов и говорить, сегодня мы с вами поговорим об этом, а в ближайшее время следите за информацией, мы с вами рассмотрим вот эту тему, и человек будет ждать, так, есть этот, нету, когда же он выложит, и он будет прям вот искать в новостях ваши сообщения, когда же будет эта тема, мне она очень важна, поэтому очень важно быть таким, знаете, как открытым, интересным, профессионалом, экспертом своего дела, и вот тогда они уже будут именно стремиться на вашу страницу для того, чтобы и показывать своим друзьям, они будут говорить, ты видел Курячу, как моя подруга приходит мне и говорит, ты Курячу говорит, слушай, говорит, недавно встретила свою знакомую, а та говорит, слушай, ты смотрела Курячу? Она говорит, да, а что? Она говорит, тебе надо посмотреть, там такие обучения, у нее там особенно первый репост, там первый пост, он вообще такой полезный, она говорит, так она вообще моя подруга, так ты ее знаешь лично, а познакомь меня с Курячей, даже будет вот такое происходить, это очень удивительный момент и очень полезный для вас, поэтому очень важно больше желающих прийти, чтобы пришли к вам в команду, когда вы будете интересны и полезны. Ну, по времени, Галина, я не знаю, это можно делать и меньшее количество времени, а можно делать и большее, зависит, смотрите, какой момент, зависит, сколько у вас вообще соцсетей, сколько у вас страниц и сколько именно постов вы делаете, потому что, вот, например, есть люди, кто работает в Инстаграме, так в Инстаграме вообще удобно, знаете как, вы идете по улице, щелкнули, и вы работаете по каждую минуту, то есть, это получается, как работа в трех метрах, интересное, что-то увидели, раз сфотографировали, раз свое мнение написали и свой комментарий какой-то, поэтому Инстаграм, там можно жить практически в Инстаграме, чем больше вы постов делаете и именно интересных, тем больше к вам интерес, что вы вкусный и интересный, поэтому, вот, временные рамки вы сами установите себе, ну, спасибо, что вы написали, Галина, на это, понадобится на этот год, вот так, Ивоки тоже есть, да, удобная штучка, а, вы имеете ввиду, что маслайкинг, да, тоже есть, ВК есть удобная штучка, как таймер, можно запланировать время и дату, вот, тем более, да, 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 очень много, вообще, знаете, как, огромное количество, вообще сейчас огромное количество ресурсов, которые можно пользоваться, которые можно, знаете, как, для усиления себя, но важно начать со своего бренда именно со своей страницы, это одно из самых ключевых и важных моментов, я, конечно, страницу, такую картинку для вас выложила, тут написано, количество посетителей сайта, но я воспринимаю, если вы сделаете грамотное, и когда вы действительно грамотно продвинете свою брендовую страницу, тогда, знаете, будут люди воспринимать вас как блогера, и будут воспринимать вашу страницу как сайт, как что-то, что-то уникальнейшее, и тогда количество посетителей сайта увеличится, и они все больше и больше будут увлекаться в вашу воронку интересных сообщений и вашей жизни, и ваших направлений, естественно, и большее количество клиентов придет, и большее количество рекрутинга произойдет, но нужно начинать самого важного, это продвижение себя как личности, как бренда, второе, самое важное, необходимо делать это регулярно, каждый день, и по три поста в день, вот возьмите за привычку, вот, вот, вот просто возьмите за привычку, крупные блогеры, они это делают каждый день, и где бенда, вот это вот, вот, как бы Estate генда с собой после в